Садгуру, что вы скажете по поводу новогодних обещаний? Я много раз давал себе обещания, но ничего не получалось. Что же мне делать? Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, не обязательно что-то бросать. Вам не нужно обещания, не нужно насильственное изменение человека. Что ж, завтра наступает Новый год, а значит, люди, как всегда, уже думают о том, чтобы дать себе новогодние обещания. В новом году я сделаю это, я сделаю это, это продлится до полудня первого числа. Для более ответственных несколько дней. Но большинство сдаётся к концу января. Новогодние обещания забываются, потому что они устарели. Ведь уже прошёл целый месяц. Как можно говорить о новогодних обещаниях? Они уже в прошлом. Они были актуальны только в Новый год. Так что, эти новогодние обещания. Однажды, Шанкаран Пилай дал себе обещание на Новый год. Я не брошу курить. Он рассказал всем своим знакомым. Я бросаю курить. Итак, в первый вечер. Как вы знаете, многие устраивают так называемые восстановительные вечеринки. После таких вечеринок просыпаются в 12 часов дня. Им нужно восстанавливаться. Вот откуда такое название вечеринок. Некоторые люди, эксперты в напитках, они знают, что нужно пить для восстановления. И вот он пошёл на такую вечеринку и попросил одного из своих друзей. «Дай-ка мне сигарету». Друг сказал, «Я думал, ты бросил?» Он ответил, «Да». Просто это первый этап. Что ты имеешь в виду? Что за первый этап? Я бросил покупать. Поэтапный отказ. Итак, много всего. Люди всегда спрашивают мне, «Садгуру, что вы скажете по поводу новогодних обещаний? Я много раз давал себе обещания, но ничего не получалось. Что же мне делать?» Не стоит давать себе никаких новогодних обещаний. Потому что вы не можете решить, что вы будете делать, опираясь на конкретную дату. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, допустим, вы хотите бросить курить. Или перестать ковыряться в носу. Не, не, я это говорю просто потому, что разговаривал с одними из лучших психиатров Великобритании. Они сказали, что ковыряние в носу – это одно из признанных в психиатрии заболеваний. Ковыряние в носу. Теперь вы даже до него добраться не можете. Вы в маске, и больше не можете до него добраться. А после того, как взяли мазок из носа, сделали так, так, вы больше не захотите даже руками к нему прикасаться. Так что, что бы вы не хотели бросить, вам не нужно ничего бросать. Все, что вам нужно сделать, это перейти от компенсивного поведения к осознанному. Чтобы стать осознанными, вы должны испытывать определенное ощущение восторга. определенную радость внутри. Вы замечали, что когда вы счастливы, вы можете отказаться от многих компульсивных привычек. Замечали? Вы очень счастливы. Обычно вы сидите только на этом месте. Но вы очень счастливы. Кто-то толкает вас. Все в порядке. Когда вы не счастливы, можем ли мы вас толкнуть? Если мы толкнем вас, когда вы несчастливы, вы взорветесь, как бомба. Когда вы счастливы, мы можем вас толкнуть. Вот почему я поддерживаю людей счастливыми. Потому что когда они несчастливы, вы можете их подтолкивать. Все в порядке. Люди становятся более гиккими. Когда они несчастны, они словно бетонные блоки. Они могут быть только такими. Так что вам не нужны обещания, насильно меняющие что-то. Все, что вам нужно, это осознанность. Как же стать осознанным? вам нужно поработать над повышением своей энергии до более высокого уровня. Если энергия вас бьет через край, естественным образом будете осознаны. Если ваш жизненный опыт очень приятен, вы будете осознаны.